так у нас замена тнвд audi a4 b8 урок пришел на работу сейчас и такой думаю блин надо начать с самого начала решил просто фильтр выкрутить масляные поглядеть и вот такая вот штука короче то есть это либо вкладыши либо еще что-то за то есть на фильтре вот такие штуки тоже он видишь вот короче куски чего-то лежать короче надо движок снимать разбирать дефектовать то можно починить что можно оставить и что необходимо заменить а мы тем временем снимаем двигатель но вот этом прекрасном автомобиля все поскладывали радиатор к сожалению снялся только вот так вот это соединение вообще отходить не захотела сейчас уже скоро снимем получается переднюю панель радиаторы все будем откручивать двигатель от подушек и выдергивать его через переднюю часть сушатом на коробке кстати это там же болты можно использовать повторно один на один раз если они там уже не снимали а если не снимали же увидим один зафиг ты не заглядывал еще но ты это тоже смотри и это трудно нет поэтому ну тогда крепеж придется новый весь брать а этот крепеж можно использовать повторно только один раз потому что они алюминиевые крепеж я думают еще рублей 10 наверное сразу прибавить прибавится если его весь память поменять его еще найти надо самое интересное вот в чем хотя если честно это не самое интересное самое интересное быть коронавирус не мир разберем ну короче замена тнвд не помогла до три раза в день горит дело его вот так вот бедным не будешь да суша на маховике с эти даже в ирбурки нету мы все равно уже его ищусь а мы его снимать не будем его не снимем тем более и не надо пока ты вот этот вал не снимешь ты не смешает махами меня больше всего смущает что вот здесь вот у него почему там блок в масле вот мне смущает больше всего средний поддон вот интересно почему вообще предлагаю что сейчас этот автомобиль туда повесить на него все колеса поставить назад откатить повесим двигатель на стапель на стапеле уже наверно начнем дербанить его весь и двигатель за полдня сняли сколько там время то 4 половины 4 в 10 начали ну нормально так не спеша потихоньку тут турбина масла гонит чуть-чуть правда на стол ну совсем чуть-чуть я есть так в принципе люфтов нету если только есть люфт есть небольшой люфт вот в этой кали калитке у них в этих калитках практически у всех есть люфт вот так что торбит в принципе в целом то исправно можно поставить сюда просто ремкомплект калитки отрегулировать потому что если он отрегулируется потому что он может не отрегулироваться вот и в принципе turbo будет довольно таки исправно потому что люфты как я сказал по валу оттуда вообще то есть крутится хорошо них ничего не закусывает если что это на минуточку из 20 а мы дальше продолжаем дербанить движочек и так подразобрали навесное и сняли впуск сняли turbo сейчас будем разбирать снимать переднюю крышку механизм газораспределения сняли стакан и или за этот камера навредка сейчас покажет но там стружечка тоже есть немного но она там есть клапана вот эти я снимал там они в стружке все также датчики давления не снимал но я так понимаю что она там возможно тоже будет при таком ремонте я думаю что холодильник сто процентов под замену сам стакан от моим просто хорошенько крышку и вот этот шток то что я показывал из фильтром его поставить просто последние ревизии вот эти клапана как я сказал под замену датчики глянем ну лучше под замену вот у себя на автомобиле я их поменял как очень наш впускной коллектор у нас вот в таком состоянии в принципе довольно таки в неплохом состоянии скажу так им пиашные форсы вот они стоят у нас но я думаю мы даже вот это разбирать не будем вот так как она есть сборе поменяем просто прокладку что прокладку уже подсевшая она должна быть чуть чуть больше будет выступать помпа под вопросом потому что есть вопросики к ней в плане того что шумновато крутится но если решим оставлять ее то соответственно все вот эти вот прокладки которые здесь есть это все пойдет под замену также еще вот здесь вот тоже втул втулочка такая с прокладками тоже что тут у нас еще генератор компрессор кондиционера форсунки джейдаешные которые которые фасаешь на и давай скажем так здесь обязательно когда вы снимаете такие форсунки нужно менять ремкомплект вот этих вот тефлоновых колец всех потому что если через эти форсунки начнет подсасывать воздух ваши поршни долго не проживут я даже сказал они вообще не проживут так по опоре распредвалов тут есть сейчас я покажу вот такая вот небольшая выработка тоже по-хорошему конечно опору распредвалов лучше поменять принципе и вообще никогда не будет лишним поменять потому что вот эта штука отвечает за давление валах что касается самих валов то есть у нас вот такая вот выработка тоже но это не не сильно как бы это вообще то есть можно сказать это ни о чем то есть под замену их отписывать нельзя то есть тут пальцем ничего не цепляет ногтем естественно можно это все оставлять единственное только чего нас еще клапана вот эти вот механические если он что-то какую-то стружку давать начнет тогда их поменяем хотя вообще если честно по-хорошему если так взять с такой стружкой вот такие штуки лучше конечно менять как очень наш но если у клиента будет так сказать желание бешеное желание сэкономить деньги мы им конечно скажем что возможно это мы можно будет поставить конечно назад но не сильно бы хотелось хотя него стружечка есть чуть-чуть стружка есть соответственно значит внутри она тоже будет то что эти клапана лучше под замену тоже это прям этом ремонт неплохо получится вот эти вот болты вот с опоры распредвалов они одноразовые их обязательно поменять по поводу одноразовых болтов вот эти болты которые у нас скрипят генератор и компрессор кондиционера вот эти болты тоже обязательно под замену они также алюминия алюминиевые вот только сняли переднюю крышку даже все маслечко течет с ней так чего нас тут этот цепь все хорошо здесь все хорошо отлично натяжитель раз два три на тройке это нормально этот натяжитель также целый здесь на местах болты все прикручены то есть все отлично по этой части проблем никаких нету в общем нашли тут небольшие такие косички по постели как раз таки здесь цепляет чуть-чуть когда сняли естественно сама постель было обнаружено следующее вот как будто что-то побиловал хотя не знаю можно конечно попробовать просто полирнуть это чтобы вот эта вот штука ушла то есть здесь же по факту сама-то плоскость не нарушена вся и также обнаружили что еще вы здесь запилила прям кусок то есть кусочек на вот так запиленный вот сюда тоже вот что-то прилетало похоже вот это конечно лучше на полировочку будет отвести и саму постель над я так понял мы скорее всего башку в сборе будем куда-нибудь в механику отдавать чтобы они там это все отрепетировали о суша здесь он нам это уже хорошо прям если нам это тоже здесь хорошо грамм нам это надо полностью все выдергивать да я поршня почистил ну-ка ну-ка еще раз нет ребятки есть такая замечательная штука как называется масляный клин зальем и сюда хорошего масла 1060 и поедет она шучу конечно шучу 540 только 540 либо 530 там что-нибудь а сейчас будет самое интересное как раз таки дай-ка покручу их ты блин реально ну да что то есть такое подозрение что по моему ему плохо промочен ща глянем черноется пыли он наелся стружки наелся только от чего вы вот это непонятно пока динаму лежит по мне он не крутится а он тяжело крутится это должен быть проще я предлагаю разобрать его глянуть честно как минимум ревизию провести смотри стружки уже целую кучу он смотри стружки сколько там пипец да то есть такие штуки назад нельзя ставить чудом еще есть интересно да и погляжу не вон вижу задиры какие не с такими задирами нельзя ставить довлекание будет уже мнение на насос уж и есть этот там аналоговые фирмы есть они довольно таки не очень дорого денег стоит ну короче чтоб ты понимал не очень дорого там не за рублей 16 вот это адекватно то есть можно конечно это сейчас тогда можно конечно купить оригинал там будет рублей 50 60 не хочешь вот и я не хочу можно поставить аналог он будет ничем не хуже по факту даты нвд у меня уже есть хоть кому нужен тнвд могу продать не очень дорого хотя слушай это такая запчасть которая я так понимаю да продаст она по-любому она часто требует замену а типа себе поставлен на свою тачку спаси господь а нихера нихера нет нас насос сто процентов под замену тут тоже спасать ничего я даже не то что ничего короче не та вещь на которой нужно и экономить скажу так вот это вот главная спицура в работе с вас с вагами с вагами с бмв не знаю там вот это вот главный просто спец инструмент так сказать всего ночью то что вот ближе стоит итак у нас получается 1 2 4 светленькие а 3 темненько это говорит о том что с ним что-то не так и начнем что не хочет по ходу дела да ну как обычно спец инструментом только давай поменьше возьмем в этот раз этот раз а где вкладыш у него реально вкладыша нет вращение его там съела на ну шатун под замену сто процентов сразу же надо про заданием и посмотрим что-то блин вот колено конечно офигенные слышь поймай его здесь здесь а вот она вот он потом кладыш давай это короче 2 до а подожди так это или и либо это они напрессовали слышу поршни норм прям вообще поршни хорошие все мы не птицы до маслосъемные у каждой вон они где же они не в кислит его на не кишки какие закоксованные оба шевелится да ну тут уже колечки на самом деле по желанию владельца либо от моем эти просто не после прям норм вообще на поршнях уже сэкономил практически давай скажем так сейчас мы еще конечно все остальные три снимем а колено вкладыша не было вообще да я так понимаю здесь либо по вернется либо так ведь точнется но если даже точнется но я думаю тут точнется максимум там на 025 хотя на мой взгляд все-таки здесь даже возможно полирнется просто еще опять специнструмент вот так обычно должны выглядеть шейки шатуна то что на самом деле мне интересно почему вот эти вкладыши настолько хорошие по состоянию хотя не ну вот за запил и вот они пошли уже но слушай учитывая что здесь пробег как бы там под сотку до сколько там 90 с копеек с копейками ну вкладыши пром норм такие должны быть шейки суши мне все-таки кажется что здесь повреждение не очень большой потому что я задиров не чувствую вообще вот это вот металл да вот это металл вот это вообще класс прям не я проект про качество я вот просто что что жоржу жоржу сама ситуация конечно отвратительные я не спорю но вот колено у них конечно вот я никогда не перестаю просто вас восторгаться и чесать снимай остальные все стенки цилиндров от моем и глянем на х он так разобрали полностью блок теперь нам нужно проверить состояние стенков цилиндров небольшие натертости есть но это ни о чем вообще в принципе все хорошо ну здесь что то есть чуть-чуть подогретый вот этот на 5 как я ну как я сказал в принципе ничего страшного вообще то есть криминала я не вижу максимум максимум можно попробовать что я вот эти кольца в принципе возможно даже поменял бы только из-за того что у нас закоксованы получается маслосъемные здесь маслосъемные камеры не позволяет они позволяют вот маслосъемные закоксовали сильно очень поменять маслосъемные рассверлить вот эти вот канальчики прям чуть-чуть там буквально прям на пару микрон пояс сильней для того чтобы у нас мама масло засекала вот сюда и в принципе ну как бы сами поршни отмыть 3 получается где он у нас подогретый 3 шатун поменять и в принципе можно закидывать назад единственное только получается что надо решить с башкой чё с ней лена на проверку то есть чтобы его поглядели также чтобы было понимание о том что либо проточить либо шлифануть либо что там с ним в общем его на проверку башку на проверку только после этого уже будем принимать решение как бы по кольцам по шатуну вот блок принципе просто помыть его не знаю химии и все но не шумеет пошумела итак что мы делаем приступили к сборке головы это соответственно поставили маслосъемные притерли клапана все сейчас устанавливаем в обратном порядке все пружинки и тарелки будем это все засухаривать и уже собирать на свои места так здесь у нас никаких проблем нету а по башке что было сделано вычистили полностью все камеры сгорания впуска соответственно клапана все отрепетировали притерли все почистили помню как вот вы видите новые маслосъемные колпачки будут здесь стоять естественно само собой это опрессовка полностью все процедуры начали с опрессовки ну на всякий пожарный давайте скажем так чтобы потом не было никаких проблем по антифризу и шлифанули плоскость в принципе все ну то есть все стандартно те кто не в курсе вообще вот засухаривание происходит вот таким инструментом вот таким вот способом улыбаешься а ты тебе что надо идите вон свою машину собирается как это личный блок личный блок кто ну-ка расскажи мне свои тупые мысли давай расскажи мне поделись своими мыслями инста кто инста кто инста вишневый пацан без лобового стекла вот пожалуйста посмотрите открасил себе автомобиль крутой такой весь такой идет такой в туфлях я не знаю с новыми лакерами быть да с отверткой блять ну что ты скажешь на это каком инстаграме инстаграм запрещен в россии он называется нельзя грамм как нельзя грамм да что ты там делаешь вот вот хорошо что ты признаешь это и занимаешься положим вот этот ключ вот так вот так положит сейчас как пахнет а кстати мне интересно ключи на самом деле покрою покраснеет нет можно же положить его вот смотри вот вот это у нас к неплохая мама масса да а вот это плюс да и все сережный не сереже но он за него почему-то боится садится я ему сегодня предложил audi и в нагреву машину и за трус за трубкой я я посижу андрюшу подожду и андрюша приехал в пять часов вечера не молодцы просто можно было купить это все еще все в 11 утра или дня я не знаю так ты чё серёг рад нет вообще как домкрат санчу муч масло качаю качается так себе давляк есть давай пока я так понимаю скорее всего в оригинале сидит потому что он видишь даже номер оригинальный есть 006 к 300 а вот он номер с этим 006 h 115 105 что-то я не знаю правда что это скорее всего эти чуваки делают просто в оригинале а барзе хунг это скорее всего упаковщик у низк низкаясь он упаковщик есть я только не могу понять знаешь что как вы вот они работают вот эти там первая ступень масляного насоса там вторая ступень масса насоса если тут стоит конечный насос обычный механический насос тут стоит итак чем же мы сегодня столкнулись сегодня мы столкнулись с тем что геннас масляный насос шестерни где это сама вот она то есть у нас было изначально отличие но мы его сразу не заметили в общем заказали масляный насос барзе хунг ну вроде как тут все в оригинале там сидела все хорошо и так но самое основное отличие в том что у нас разные звезды оказались то есть звезда на старом насосе имела 24 зубы звезда на новом насосе имеет 22 зуба естественно когда мы начали это все собирать назад у нас получилось так что есть править по цепи то есть ну как бы мы не можем собрать это все по итогу начали ознакомливаться с ситуациями с этими со всеми и выяснили что оказывается многие люди специально модернизирует вот эти насосы ставят соответственно с 22 зубами для того чтобы было выше масляное давление и всего лишь нужно поменять вот один вот такой натяжитель поставить вместо вот такого так как так как у него если можете обратить внимание больше вы с цепочки у всех одинаковые 60 зубов большое спасибо всем за то что гайковертами начинаете работать вот это у нас получается натяжителя от ген-3 а вот это у нас натяжитель от ген-2 то есть вот этот натяжитель у нас от ген-2 его подобрал там не знают volkswagen цепь теперь в отличном натяжении и оказывается того сами не хотев не хотя того самого короче и оказывается даже не хотя мы снова модернизировали масляную систему так уже на ваге вот так что шестерни будет вращаться быстрее у нас будет давляк выше если у нас будет выше давляк значит у нас будет вся система постоянно под хорошим давлением масла что было сделано со вчерашнего дня собрали перед весь установили как бы там фазики закрутили магниты сами поставили прокладочки все эти все здесь поменяли крышку зачистили сальник коленвала запрессовали заглушку мы не трогали шкив поставили потом стали стакан отмыли его полностью весь то что в нем было дохерещи стружки поменяли поставили новые клапана управления давлением самом стакане и клапан управления я так понимаю это охлаждение поршней там что ли как-то ну короче на форсунки масляный канал открывает которые брызгают на юбке поршня если я не прав поправьте эти датчики давления просто помыли поставили их назад третий датчик давления вот здесь где-то в жопе стоит короче где-то вон там он зеленый я помню его видел я даже у себя его менять не стал но хер бы с ним где а вот он вот ну да в жопе если он будет на движке стоять это будет в жопе так дальше дальше помпу поставили холодильник все прокладочки которые там должны быть это все естественно поменяли дальше поставили этот вкусную рампу на ней перепрессовали колечки тефлоновые я знаю короче где старые кольца ездить вот такие вот короче тефлоновые кольца обязательно нужно на форсунки которые непосредственно впрыска ставить новые потому что если вдруг через него будет подсасывать воздух ваш поршень сгорит нахер и вы приедете к нам ну либо кому-нибудь привезете бабок дальше новую крышку под масляный фильтр в нем масляный фильтр уже кстати был сразу же потому что это крышка в оригинале и там из шток еще такой идет его тоже новый поставили вакуумник тнвд который изначально мы думали что это он это оказался не он кстати если кому нужен тнвд у меня есть незадорого продам по турбине отвезли ее на ревизию так сказать починили калитку сразу байпас или что это визгейт визгейт да также было обнаружено что где-то вон там короче вон там на корпусе на чугунине есть небольшая трещина говорят поездить можно еще но лучше каталик выкинуть поставить downpipe потому что слишком высокая температура на выпуске дальше поменяли вот этот вот активатор что это клапан регулировки давления надувом его новый поставили потому что тот который был у него малыш да они же в оригинале малыш и малей идут вот тот тот который стоял здесь у него внутри разбила я так понимаю шестерни и он уже отказывался подчиняться каким-либо регулировка удовлетворить горит любопытство да возьми отвертку поддень не жалей и не жалей поджали хоть не жалей да вот здесь не падение да еще вот пошла тебе не спасет здесь разъем а прикинь как он устроен вот так молодцы грамотно и что тут изношено у них видимо что-то изношено все шестерочки к нормально знаешь где-то вот здесь еще механизм есть что-то да ладно смотри а давай разберем здесь тоже ну раз уж разбирает и разбирать что а то начал а зачем это интересно же тоже интересно я ни разу не разбирал в принципе он слава богу никогда не ломалась это время же стоит блять сколько тысяч двадцать минут ну да двадцатку где-то можно взять болгарку распилить я не против но теперь сказали что типа она не регулируется но я так понимаю значит она как-то неисправно скорее всего было но по вольтажу же помнишь я ее тоже отрегулировать не мог я же попытался ее отрегулировать по вольтажу мне не получилось ни хера то что она упиралась там что-то в 3 7 я в 3 и 8 даже помнишь или 3 9 даже было ну то есть это много очень вот эта хрень должна не знаю там регулируется там где-то порядка там 3500 там что-то а это получается вот эта сама хрень это здесь шестерня вот 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 эта вот хрень как она регулируется вот это вот такой вот это и не вот это шестерня вот видишь а почему тогда не хотела регулировать это шляпа и то есть что тут ломается тоже непонятно да ну это же ваги герметиком обязательно мазать а может сюда без зазорный нужен я если честно еще самчик бы вот этого силикончиком бы обработал почему а это тефлон такие как я да не надо ничего показывать да знаю я чё ты мне рассказываешь все понял чё это изучает матчасть ключом греть нельзя новый смазывать нельзя маслом взял отдел раздел четыре часа подождал четыре часа а зачем чтобы он форму принял типа ломастер этих по моему 6 больше а ты кстати в курсе гриста вот вот этот сальник когда начинает немножко под запотевать короче начинается троение в движке а то есть вот так приезжает к себе ваг с тем что у нее троит движок короче надо вот так вот сразу сделать вот так снял на гуся повесил сальник поменял и захинул назад вот так три раза в день так делай до грит спина грит болит не будет ну либо деньги будут просто ты чё даже динаметрическими ключами пользуешься сколько щелкаешь и так что двигатель уже поставили частично снаружи собрали кассету поставили антифриз выставляем 5 литров масла залили но я так понимаю что это мало будет сейчас нужно будет еще и поставили каталик сразу сейчас хотим попробовать покрутить глянуть вообще чудо как сейчас пока просто покрутим вытащили предохранитель но это в принципе изначально когда начали разбирать вытащили предохранитель где метод двадцатку вот 25 до вытащили где-то вот здесь должен быть он по моему но это я еще после по схемам гляну чтобы на сто процентов поставить потому что его месяц назад с него снимал чё поехали ну не стучит ничего вроде бы да давай еще пару раз и так вставляем предохранитель по схемам гляну и а а а а и а а и а и а так сразу включаем печечку на максимум чтобы было лучше а где копыт а в натуре в общем запустили тачку у нас была течь бензина вот короче трубка с тнвд то что идет на рампу и она вкручивается вот в такую штук соединитель вот сюда то есть конусом закручивается трубка это и текло тек бензин тек бензин я так понимаю еще до капиталки скорее всего клиент не жаловался на то что у него запах бензина в салоне есть хотя если честно ну тут прям поливала хорошо так по итогу этот адаптер нигде не найти заехали на евроавто взяли рампу просто в сборе и у нее вот этот адаптер был просто в идеальнейшем состоянии выкрутили его поставили туда ща будем пробовать запускать и наблюдать уже так предохранитель воткнут все хорошо запускаем а ты уже глушитель что ли подсоединил глушитель что ли подсоединил зря но потому что звук был офигенский нормальный был звук в общем проехал сколько получается 37 километров масло у нас на максимуме как показывает все хорошо и есть вот такой вот код неисправности один но при этом при всем чек не загорался ни разу то есть впускной клапан регулировки фаз газораспределения происхождение слишком медленно магниты лучше два сразу конечно поменять потому что вот эта херня может быть из-за магнитов магниты стоят не последней ревизии точно то есть не дышки они обычные вот их желательно конечно заменить но в целом на что это может влиять ну в принципе потеря мощности небольшой но это опять же остановился заглушил завел в принципе все это может ехать дальше ничего такого не будет вот либо соответственно эти просто клапана магниты эти поменять и не париться и и все вот в целом все отлично есть я думаю безудержное желание его помыть натереть тебе стекла каким-нибудь анти дождем и в принципе все отправлять тебя путь дорогу дальнюю